В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели» в студии Ирина Цепетова. Мы вспомним основные события прошедших семи дней, которые попали в поле зрения наших корреспондентов, заострим внимание на самых актуальных вопросах и проанализируем тенденции развития политической и социально-экономической жизни округа. Тема этой недели стала исполнение окружного бюджета в первом полугодии. О расходах и доходах окружной казны с января по июнь 2016 года на прошедшем заседании администрации рассказал исполняющий обязанности начальника управления финансов Александр Покулин. Доходы региональной казны в первом полугодии 2016 года составили 4 миллиарда 754 миллиона рублей. Это 103,8% от полугодового плана, но в то же время в полтора раза меньше, чем в тот же период годом ранее. Расходы составили более 7 миллиардов 144 миллионов рублей. Это более 97,5% от полугодового плана и на 16,4% меньше, чем в январе-июне 2015 года. Соответственно, дефицит за полгода составил 2 миллиарда 390 миллионов рублей. Государственный долг на 1 июля 2016 года составил 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Структура государственного долга показывает, что 3 миллиарда – это кредиты кредитных организаций, 800 миллионов были привлечены окружным бюджетом, краткосрочные займы из Управления Федерального Конституции, федеральных средств под ставку 0,1%. Данный вид кредитования позволяет осуществлять более позднее заимствование кредитных ресурсов и, соответственно, экономить средства на обслуживание государственного долга. Основная причина резкого снижения поступлений в бюджет – отсутствие в первом полугодии доходов в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Хорягинское месторождение». Нулевые доходы по этой статье фиксируются впервые за многие годы. В 2015 году к 1 июля в бюджет округа от реализации СРП поступило 2 миллиарда 774 миллиона рублей. В целом за последние годы бюджет региона на треть формировался именно за счет доходов от Хорягинского СРП. В бюджет 2016 года по этой статье планировалось получить 4 миллиарда 818 миллионов рублей. Однако существуют риски недополучения всей суммы. Основным источником доходной части окружного бюджета в первом полугодии 2016 года является налог на имущество организации. Он составляет в доле поступлений доходной части окружного бюджета 58,5%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 4 миллиарда 467,7 миллиона рублей или 94% от всех доходов окружного бюджета. По словам губернатора Игоря Кошина, чтобы сбалансировать бюджет, необходимо увеличивать доходную часть и снижать расходную. Как показал бюджетный квест, игра, в которой жители округа могли секвестировать 3 миллиарда рублей, чаще всего под урезание попадают расходы на госуправление. Будем снижать расходы и параллельно мы должны увеличивать доходную часть. Потому что сегодня мы берем кредиты на выплату зарплаты по факту. И сегодня большая часть у нас по дорожному строительству, у нас сегодня это федеральные средства, да, это наоборот. Вот. То вот мы сегодня берем кредиты на зарплату и на собственное содержание. Поэтому коллеги будем уменьшаться. Крупнейшими расходными статьями в первом полугодии стали образование. Более 31% от общей суммы расходов. Социальная политика – 17,3%. Национальная экономика – 16,5% И здравоохранение – 11,5%. Доходы бюджета после внесенных в него в начале июля изменений запланированы в объеме 16 миллиардов 491 миллиона рублей. Расходы – 19 миллиардов 119 миллионов рублей. Дефицит составит 2 миллиарда 628 миллионов рублей или 17% от размера доходов без учета безвозмездных поступлений. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Булавина от должности полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Одновременно подписан указ о назначении полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова, ранее занимавшего пост губернатора Калининградской области. Кроме того, премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о назначении Владимира Булавина руководителем федеральной таможенной службы. Напомню, Владимир Булавин стал полпредом президента в марте 2013-го. За это время он неоднократно посещал Неницкий округ с рабочими визитами с целью контроля за исполнением майских указов президента. Более ста вакансий для потенциальных соискателей. Кадровый голод в сфере здравоохранения Неницкого округа существует не первый год. Решить его помогают приезжие специалисты, но лишь частично. Десятки рабочих мест в медицинских учреждениях региона продолжают оставаться свободными. В ком округ нуждается наиболее остро и какие плоды приносит работа по привлечению кадров, выясняла наша съемочная группа. Подробности в рубрике «Актуально». Они возвращают нам физическое, а иногда и духовное развитие. Спасают наши жизни, вытаскивая порой с того света. Речь, конечно, идет о медицинских работниках. Кадровый дефицит здравоохранения, который существовал уже давно, существует и сейчас. Решить его помогают приезжие специалисты. Уже сейчас в Нарьинмар приехал врач-травматолог из Липецка и главный хирург из Архангельска. Но свободными до сих пор остаются 100 вакансий. В ком наиболее остро нуждаются жители, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в ком наиболее остро нуждаются округ из врачей? Как вы думаете? Да не знаю. Я так про себя, допустим, скажу. Но там интересная история вообще. Я две недели на больничном сидел, ходил только, знаете как, анализы давать, куда только не посылали. Но я сам чувствую, у меня остеохондроз, обычный остеохондроз был. Меня только куда только не посылали. У нас нету травматолога нормального, нету у нас эндокринолога один всего, очередь к нему ужасная. УЗИ вот четыре месяца ждала, чтобы на УЗИ попасть. Всегда они помогали, что попросили, обращались, да, всегда. Трудные минуты всегда получаются. Очень хорошо всегда. Хорошие у нас и врачи, и медики, и все хорошо, нормально. Спасибо. Не приходилось мне, чтобы не попасть. Я иду так, и всегда как-то позвоню, есть прием, есть. Мы особо-то и часто не ходим. Сегодня ситуация в сфере здравоохранения в округе складывается не лучшим образом. Зачастую попасть на прием или сделать необходимое обследование просто невозможно, ввиду отсутствия специалистов. Регион нуждается в специалистах по УЗИ-диагностике, лучевой диагностике, акушерах-гинекологах, педиатрах, оперирующем лоре и других врачах, а также в среднем медицинском персонале. В настоящее время нехватку кадров, возникшую дополнительно из-за летних отпусков, помогают решить врачи из Архангельска, согласившиеся на время заменить коллег в Нарьинмаре. В частности, в столицу НАУ приехали акушеры-гинекологи и неонатологи. Приезжают врачи-хирурги, несколько человек приехало, Архангельска, Архангельская область. Приехали акушеры-гинекологи из Архангельска, Архангельской области, из Коми. Приехали врачи-неонатологи. Спасибо большое, потому что помогают выхаживать нам, младенцев наших. Приезжают врачи других специальностей. Также ряды людей в белых халатах пополнил бывший главный хирург Архангельской области Андрей Березин. Вернулся лор-врач, который уезжал из округа. В ближайшее время планирует приехать травматолог из Липецка. За пять месяцев жизни и работы в НАУ не было ни дня сожаления о приезде в регион. Делится впечатлениями молодой врач-анестезиолог-реаниматолог из Архангельска Виктор Захаров. Условия очень нравятся. То есть с февраля, как я приехал, еще не пожалел о том, что выбрал данное медицинское учреждение. Устраивает все. Устраивает и коллектив. Достаточно дружно меня встретили, всему обучили, все показали. То есть освоился сразу же. Устраивает и заработная плата. И очень такой хороший момент – это компенсация за съем жилья. Тоже достаточно привлекает специалистов. Все мы приезжаем. Ну, многие приехали из других регионов, как вот я. И это очень такое хорошее подспорье. Меры поддержки для врачей, как архиважная задача по привлечению и сохранению кадров, обсуждалась и на последней перед депутатскими каникулами сессии. Речь идет о том, что врачами среднего медперсонала была предоставлена мера поддержки из нашего бюджета, которая компенсировала им часть затрат на поднаем жилья. В настоящее время мы решили данный вопрос оказания материальной помощи и компенсации в этом виде, в том числе и младшему медперсоналу. Ждут в Ненецком округе молодых специалистов. Как говорится, будущее за молодежью. По итогам ярмарки вакансий в Северном Арктическом Федеральном Университете 11 студентов-медиков, обучающихся на пятом и шестом курсах, изъявили желание приехать после получения диплома в Ненецкий округ. Кроме того, больница сотрудничает с Министерством здравоохранения Российской Федерации и информация о вакансиях в Ненецком округе будет направлена по линии ведомства «Медицинские вузы страны». Работа активизирована. Ждем результатов. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Телеканал «Север» продолжает серию репортажей из населенных пунктов Ненецкого округа. На этот раз наша съемочная группа отправилась в Оксино. Село сыграло значительную роль в жизни округа, так как именно здесь с момента образования региона располагались все важнейшие учреждения, которые в дальнейшем были переведены в Нарьинмар. Как сегодня живет одно из старейших сел округа, расскажет Любовь Пермякова в рубрике «Сельсовет». В 40 километрах от города Нарьинмара находится одно из самых древних в Ненецком автономном округе сел – Оксино. Первые упоминания о нем встречаются еще в 1574 году. На тот момент село представляло собой небольшую территорию, жители которого занимались рыбными и прочими промыслами. Но время шло, поселение развивалось. В настоящее время Оксино – это центр муниципального образования, пустозерский сельсовет Ненецкого автономного округа, в который входят еще деревня Каменка и поселок Хангурей. Всего на территории муниципального образования проживает более 400 человек. Руководит пустозерским сельсоветом с 2013 года Сергей Александрович Задорин. Он для нас провел экскурсию по селу. Чистые улочки, цветочные клумбы, ухоженные дома. Но есть и такие сооружения, которые не вписываются в уютный деревенский ансамбль. Это здание строилось примерно более 20 лет назад. Здесь планировали разместить, построить детский сад. Предусматривался даже строительство бассейна здесь. Но, к сожалению, те тяжелые годы, которые были в 90-е, здание заморожено. И вот он уже на протяжении длительного периода стоит посреди села, занимает определенное место. Уже планировали рассмотреть вопрос по использованию в другом назначении. Производили обследование фундамента. К сожалению, фундамент даже и в однотажном формате использоваться не может. По словам Сергея Задорина, окружные власти должны принимать решение о сносе здания. После ликвидации недостроя руководство села Оксино планирует отдать эту землю для индивидуального жилищного строительства. Рядом с неудачной стройкой здание, которое радует глаз. Это физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом для игровых видов спорта и современными тренажерами. Комплекс уже функционирует. Как жители восприняли открытие этого здания? На ура! Когда был день открытых дверей, собралось очень много народу, переполнено все здесь. Мы с Людмилой Юрьевной здесь, с хозяиновой, открыли речь свою, сказали именно о тех людях, кто начинал строить. Именно громаднейшая работа. Это 33 тысячи тонн только завезли песка с сухой печуры для того, чтобы отсыпать. Стоимость сооружения 46 миллионов. Это же громадные суммы. Они оправданы? Я думаю, что оправданы. Почему? Потому что за тот период, который я наблюдаю, я практически каждый день ходил, тренировался, вспоминал, как настольный теннис играл. Постоянно здесь народ, волейбол от мала до велика. В день, по словам Сергея Александровича, ФОК посещает до 60 человек. Нареканий по строительству компании-подрядчику «Строюниверсал», которая возводила ФОК у администрации и жителей, нет. Одна из проблем жителей села Оксино и моих детей – это проблема ФОКа нашего. Так как его официально уже открыли, но он полноценно не работает. Нет, естественно, тренеров, которые могли бы тренировать наших детей, чему-то обучать. По словам местных жителей, желающих прийти работать в новое здание много. Просто штат сотрудников до сих пор не утвержден. Сейчас на весь оздоровительный комплекс приходится один специалист, совмещающий несколько должностей. По информации Департамента образования, культуры и спорта Ненинского автономного округа, беспокойства жителей Оксино напрасны. К новому учебному году совместно с Ледовым дворцом спорта «Труд» именно в его ведомстве находится комплекс, штат сотрудников будет утвержден. После всех строительных доработок планируется утвердить штат и нового музейно-библиотечного комплекса. Трехэтажное здание в стиле избы XIX века пока тоже пустует. Несмотря на ряд проблем, оксинчане жизнью в селе довольны. С каждым годом быт сельчан улучшается. В прошлом году были отремонтированы два многоквартирных жилых дома. Им поменяли крышу, утеплили полы, обшили сайдинга. Всю зиму у нас была такая теплень, так у нас даже окна мы не закрывали. Так было тепло, хорошо. Тепло в доме Трифены Федоровны обеспечивают не только стены, но и котельные. Это одна из котельных, которая принадлежит Севержилкомсервису. В прошлом году предприятием была проведена модернизация. Были заменены два котла на один большей производительностью. Вот зима показала, что именно данные действия перевели к тому, что в домах уютно, тепло, хорошо. О домах заботятся и сами. Ксинчане красят, белят, украшают. Особая гордость жильцов при усадебной участке. Летняя сказка. Так можно сказать про огород Валентина Акимовна Поздеева. Чего тут только не растет. Огурцы, помидоры, петрушка, перец. А цветы – это особенная гордость хозяйки. Настурция, герань, ноготки. Каждое утро хозяева этого дома собираются за семейным столом, попить чай и самовара. А внуки особенно рады клубничке. Чтобы порадовать близких людей такой красотой и обилием культурных растений, нужно приложить немало усилий. Каждый день справиться с большим объемом работы на участке Валентине Поздеевой помогает любовь к земле и своему делу. Каждый день приходится, да, работать. Ну а как же, надо же поклониться земле, любить ее, уважать. А если не пообщаться, так ничего же, расти не будет. Разговариваете, да, еще с землей? Разговариваете с землей? А как же, а как же. Вот ты каждый раз подходишь, вот как ребеночек, что вот ты расти, говорю, вот не болей, я уж помогаю, стараюсь. И южные растения всякие тут. Сказку-то надо ведь делать своими руками. Я как вспоминаю, чтобы рыбку поесть, без труда не было лишь рыбку из пруда. А чтобы молочко попить и картошку поесть, надо поработать. С марта месяца хозяйка огорода выращивает рассаду. В мае вскапывает огород и высаживает в теплицу и на грядке проросшие растения. Своим гостям Валентина Акимовна с гордостью показывает богатый урожай. Вот лучок, вот это лук. В прошлый год я два с лишним бедра сняла лука, чеснок, пусть он даже как однозубка называется, не могу вот так вырастить, чтобы она делилась. Но довольно-таки очень ароматный, муж любит, он каждый раз в обед берет головочку чесночка, пожалуйста, лучок, картошечку вот сняла. Тут перец, огурчики. Вкусные и полезные растения на небольшом участке окружены особым дизайном огорода. Талант не только к выращиванию, но и к изготовлению всякого рода красивых изделий есть у всего семейства Поздеевых. Кроме статуэток и декоративных ансамблей есть особенные вещи. Любимый муж Валентины Акимовны сплел своими руками огромную корзину для цветочной клумбы. На будущий год у хозяйки дома и ее супруга уже много творческих планов. Главное, считает Валентина Акимовна, делать все с душой. Дело все с душой соседей семи Поздеевых. Избушка Бабы-Яги, искусственный пруд, волшебные феи украшают огород семи Макаровых. Это семейное творчество из дерева и пеноплекса. В огороде хозяиновых бьют фонтаны и благоухают цветочные арки. А у Богдановых, кроме клумб, есть вольеры для домашних животных. Живут сытно. Телят пять. И корова. Куры, гуси. Два гуся. А кур я тех не знаю много. И там три кролика. Трудно ухаживать? Да не так. Бывает, когда трудно. Ну так ничего. Сносно. А кто помогает вам? Дети. Детей у Алексея Александровича много. Семеро. Внуков четырнадцать. Свежее молочко, яйца, сметанки хватает не только многочисленному семейству. Остается и на продажу. Когда на население ходят, когда распутывают. Когда приезжают в отпуск, люди берут то молоко, то просохлашивают. Когда сливки гоним. Алексей Богданов уже более полувека живет в Оксино. А хотели бы когда-нибудь уехать из Оксино? Куда? Ну а что, куда-нибудь здесь? Видите, как хорошо. Не было бы комаров, все лучше было бы. А так хорошо здесь. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Привлекать молодых, а главное местных специалистов для работы на селе – одна из главных задач, которая стоит сегодня перед здравоохранением региона. Без медицинских кадров, врачей, фельдшеров, акушерок, медицинских сестер невозможно существование ни в одном населенном пункте. В Нельмином носе, где побывала наша съемочная группа, ситуация с медицинским обслуживанием населения – одна из самых благополучных в регионе. Местный фельдшер Надежда Канева – молодой специалист. Вот уже полгода она пристально следит за здоровьем нельминчан. Вот уже полгода Надежда Канева, молодой медицинский специалист, работает в поселковой амбулатории. Уроженка острова Калгуев отправилась в Нельминоз сразу после учебы. На журналистский вопрос девушка отвечает без тени сомнения. Работать в населенном пункте ей по душе. Я здесь работала два месяца до этого, в прошлом году, с августа по октябрь. Мне здесь очень понравилось. Потом я уехала, потому что работы не было. Сотрудник сюда уже на постоянную Калгу приехал. И вот с февраля здесь работаю. Мне очень здесь нравится. Всех уже практически знаю, все меня знают. Вместе с Надеждой Каневой сегодня в амбулатории работают еще пять медицинских работников – акушерка и медсестры. С января этого года в учреждении вакантна ставка врача. Его в Нельминозе очень ждут. Мы здесь без врача остались. И очень тяжело. Приходится совмещать несколько должностей и заведование, и прием детский нужно вести, и взрослый прием, и на вызовах ходить надо. Работать медицинским специалистом Нельминоза посчастливилось в хороших условиях. Пять лет назад в поселке возвели новое светлое и уютное здание амбулатории с аптечным пунктом. В медицинском учреждении есть все необходимое оборудование. Для населения проводят физиопроцедуры. Частые гости здесь и маленькие нельминчане. В поселке хорошая рождаемость. В этом году у нас уже пока появилось 13 человек, но еще ожидаются. В прошлом году тоже 13 человек. А так у нас детей дошкольного возраста 108 человек. То есть у нас очень деток много. Вот. А веду тоже детский прием, как бы, и, ну, всех уже знаю, всех уже, как бы, люблю. Пока в населенных пунктах региона будут работать такие любящие свое дело и пациентов, медицинские работники, со здоровьем у населения округа все будет в порядке. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте. До встречи через неделю.